Приветствую, друзья! У меня есть райская группа, так называемая. Там люди занимаются обсуждением очень серьёзных философских проблем и проблем по искусству. Но для многих людей это тоже очень важно, и мы все рассуждаем об этом. Но почему называется райская группа? Потому что там есть такая концепция, что надо учиться у природы, надо учиться у Бога. Вот, например, когда Бог менял человеку продолжать род людской, Он же не создавал никаких комиссий по контролю качества, а просто соединил эту на и ответственнейшую работу с чувством удовольствия. И поэтому работа пошла на автомате, благодаря чему есть и мы с вами. И она не прекращается. Но видите, как надо делать? Надо соединять ответственную работу с чувством удовольствия. И поэтому вот там мы как раз этим занимаемся. Это определённая группа людей. Если хотите, я вас познакомлю с ними. Да, скоро познакомлю, и мы, может, даже устроим какую-то дискуссию на канале, в зуме. Это будет очень интересно, потому что изобретать такие вещи, которые потребляют минимальную энергию, Но долговечные и с большим так называемым КПД, в том числе и сам человек, Когда повышает свой КПД, коэффициент полезного действия. И как его измерять? Это не измеряется вот этими IQ и так далее. Это не измеряется какими-то тестами. Это измеряется совсем другим способом. По благим делам это измеряется. Насколько изобретение даёт людям полезность с чувством ответственности, Когда изобретатель изобретает, чтобы его изобретение не послужило козлу. Вот понимаете, но там это же надо каким надо быть, да? Чтобы человек имел этот фильтр такой в голове, чтобы высчитать все возможные последствия. А много людей было таких. Почитайте Курта Ванегата, о чём думал человек, когда бомбу атомную, которую он изобрал, бросили на Херосиму. А он сидел там и колыбельку для кошки, такой с ниточками, детская игрушка. Курт Ванегата, очень интересный писатель. Может быть вы уже его и читали, я же не знаю. Мы сейчас когда разговариваем, я вас не вижу. А там в зуме мы увидимся и поговорим о серьёзных вещах. Как изобретать в условиях неопределённости, в условиях жёстких временных ограничений, когда шаблоны, стереотипы и авторитеты, которые вы знаете, там не действуют. В этой точке. Как выживать и развиваться. Это очень важно для условий неопределённости. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok